Продолжение следует... Потому что, наконец-то, в 2019 году поступил запрос на государственном уровне о формировании некого подобия врачебных протоколов, по которым должны работать клинические психологи в соматических клиниках. Надо вам сказать, что за последние 10 лет достаточно активно развивается это направление, именно оказание психологической помощи, психологической реабилитации соматических пациентов. И наблюдается, что в онкологии это развитие наиболее бурно себя предъявляет. После дам предыдущего оратора, мои коллеги глубоко уважаемые, кстати, мы обе являемся членами ассоциации онкопсихологов северо-западного региона, и всегда я рада сотрудничеству. Я могу сказать вам, что обоснованные рекомендации, да, они формируются по оказанию психологической помощи онкологическим пациентам и их родственникам, они формируются на основании тех исследований, которые проводятся в центрах, в центральных ведущих организациях федеральных. В данном случае рекомендации разработаны на основании исследований восприятия онкологического заболевания пациентами в центре онкологии имени Петрова, и некоторая часть, да, проводилась в хосписе номер один в Лахте Питерской. И утверждены эти рекомендации как раз советом ассоциации онкопсихологов северо-западного региона России. Дистресс. Дистресс – это понятие, которое имеет отношение к онкопсихологии в большой степени. Дистресс – это сверхсильное пролонгированное эмоциональное напряжение. По данным Всемирной организации онкопсихологов, IPOS, представленных в Москве в 2013 году, дистресс является шестым показателем жизненно важных функций онкологического пациента, который способен выраженно снижать качество жизни самого пациента и его ближайшего окружения. Первые пять показателей имеют непосредственно физиологические основания. Так вот, именно дистресс может приводить к нарушению адаптации человека, когда механизмы совладания истощаются в длительном периоде сверхсильного эмоционального напряжения. Никто, как онкологические пациенты, не претерпевает такое устойчивое и такое длительное эмоциональное напряжение, которое может приводить к деморализации, а также посттравматическому стрессовому расстройству. Для того, чтобы профилактировать эти состояния, надо вам сказать, что один человек способен своим состоянием негативным эмоциональным индуцировать, то есть заражать еще семерых окружающих людей. И таким образом, если мы с вами не профилактируем сверхсильную эмоциональную нагрузку дистресс онкологических пациентов, то это чревато в том числе и снижением первичных ранних обращений за онкологической помощью, именно потому что дистресс заразен, он индуцирует окружение. Так вот, теперь все мы приступаем, все клинические психологи объединяются в некоторые организации профессиональные и приступают к формированию программ психологической помощи. Наша программа, она была сформирована уже лет пять тому назад. Целью этой программы, конечно же, является адаптация к ситуации тяжелой хронической болезни, потому что, как мы все с вами знаем, коллеги, онкологические заболевания переведены из разряда фатальных заболеваний в разряд тяжелых хронических заболеваний с высокой вероятностью витальной угрозы. Задачи этой программы для онкопсихологов заключаются в первичной диагностике, но стоит только поправкой, что в отличие от исследовательской деятельности не применяются батареи тестов, в ПНД, например, в психонерологическом направлении применяются, а в онкопсихологии не применяются батареи тестов, если только мы не проводим исследования. Методом единственной диагностики является наблюдение специалиста. И дальше по результатам этого наблюдения мы переходим либо к профилактике, если мы видим адаптивный путь человека, либо к коррекции, дезадаптации. Есть три группы методов, которые мы применяем в рамках этой программы. Вот кроме упомянутого метода наблюдения, который входит в клинику психологического, в клинику психологическую беседу, затем мы можем сразу перейти к кризисной интервенции, если мы видим, что дистресс ошкаливает. Ну и, в общем, ряд встреч предполагает повторную направленную беседу с применением методов коррекции эмоционального напряжения и завершается повторными применениями методов оценки эмоционального состояния пациента, если только мы их проводили первично. И, кстати, это те самые ХАЦ и шкала дистресса, которые упоминала уважаемая Галина Андреевна. Вторая группа методов может относиться к восстановлению поврежденных высших психических функций, если мы наблюдаем это, и к коррекции фиксации на симптоме, если мы опять-таки это засекли в рамках первичной работы. Это может быть и коррекция фантомных болей, и конструирование семи пациента по необходимости. Все это следует из первичной беседы, из первичного наблюдения, из формирования индивидуального запроса пациента. Должна сразу уточнить, что формирование ложных позитивных установок является грубым нарушением в нашей работе. Ну и существует третья группа методов, дополнительных методов. Если это необходимо, то мы можем проводить оценку эмоционального состояния пациента с помощью шкал, вот методов самооценки дистресса Международного общества психосоциальной онкологии, либо госпитальной шкалой тревоги или депрессии ХАЦ. Опять-таки, это очень краткие инструменты, которые не занимают много времени. Большие методики мы откладываем для исследований. Есть принципы, описанные в нашей работе, безусловно. Первый принцип – это принцип биомедицинской этики. И дальше специфические психологические принципы. Принцип личностного подхода, комплексного и деятельственного подхода. А также принцип каузальности, причинности. Не будем сейчас широко на этом останавливаться. Времени у нас не так много. Прогнозируемым результатом применяемой программы является снижение эмоционального напряжения пациента. В рамках краткосрочного подхода больших целей мы себе ставить не можем, но это достаточно значимая цель, потому что, вспомните, мы с вами должны отследить и профилактировать дистресс. Наблюдаемым результатом по результатам наших исследований с коллегой Кристиной Арханновной Кондратьевой, она в первой половине дня сегодня выступала перед вами, является снижение актуальной тревоги, изменение иррациональных когнитивных установок, а также смещение типа личностного реагирования с дезадапутационных форм на более реалистичные и адаптивные. Можно это все обозначить как формирование конструктивного отношения к болезни. Вот этот термин «отношение к болезни» впервые был заявлен в исследовании, до этого как-то было принято внутреннюю картину болезни исследовать. В моем дезерционном исследовании, когда в период с 2011 по 2017 год я проводила исследование мужчин с диагнозом ракопредстательной железы после хирургического лечения. Коллеги, неудивительно, что мы онкорологию исследуем именно по ракопредстательной железы. Это достаточно специфическая категория. Однако, как сказала уже моя коллега, выборка может быть достаточно хорошо представлена. Другие онкорологические нозологии являются более редкими и достаточно трудно набрать за достаточно небольшой срок, за 5 лет, да даже за меньше, за пару-тройку лет, достоверную выборку. У ракопредстательной железы, сегодня говорили об этом, есть свои специфические особенности. Относясь к гормональным ракам, это всегда поражение мужчин после 45 лет и, как правило, скрытое течение заболевания, что имеет отношение к восприятию этого заболевания. Еще одним специфическим моментом является высокий риск половой дисфункции, что, безусловно, влияет на семейные отношения, на всю семейную систему. И еще у этого есть такое преимущество, у этого заболевания, что своевременное адекватное лечение значительно продлевает жизнь. То есть выявление раннее гарантирует достаточно хороший прогноз лечения в течение заболевания. Отношение к болезни. Это то, что влияет на раннюю диагностику и течение заболевания. И это относит нас к более ранней моей речи о том, что индуцирование, высокая тревога, заражение дистрессом снижает эффекты ранней диагностики, снижает возможность людей обратиться на раннем этапе. Да, высокий страх блокирует раннее обращение. Так вот, отношение к болезни, оно может быть конструктивным, деструктивным или дефицитарным. Так вот, деструктивное и дефицитарное, оно носит фатальный характер. Тогда как, если мы помогаем человеку выработать конструктивное отношение к болезни, это является более благоприятным прогнозом. Так как у нас достаточно мало времени, я представлю вам результаты, но достаточно коротко. Как это было оформлено в диссертации? Был описан предмет исследования, кроме отношения к болезни. Это были еще те предметы, которые относились к задачам изучения, исследования особенностей и типов реагирования наших пациентов. На этом слайде представлена методология и структура исследования. Обращаю ваше внимание, что было два блока. Блок наблюдения в ходе клиника психологической беседы. И вот та самая батарея тестов. Их было до аж 7. Достаточно большой объем тестирования. Но это необходимые условия при исследовательской работе. Вот сопоставление этих результатов позволяет нам выработать программный продукт. По описанию выборки вошло 107 мужчин в выборку. Треть из них были пенсионерами. Остальные относились к продуктивному работающему возрасту. По этапам заболевания они разместились достаточно ровно по лечению ремиссии и палеотивному лечению. По возрасту достаточно ровно распределились на три группы. И по уровню психического здоровья большинство мужчин были в рамках психической нормы с незначительным снижением у третьей. Но это снижение не исключало участие в нашем исследовании. Обратите внимание, что это вообще были за мужчины. 107 человек были достаточно гомогенные по своей положительности. Это были мужчины, которые состояли в браке, в долгосрочном браке. Посмотрите, очень много людей состояло. Это единственный брак у большинства. У 80% пациентов. У них у всех практически есть дети. Это были люди, которые болели до 10 лет. В 6 лет было в среднем. И средний возраст был продуктивным. 61 год. Это продуктивный возраст. По результатам исследований я, пожалуй, сейчас сразу покажу вам, как это красиво выглядело в диссертации. И сразу перейду в выводы. Там будет многое описано. У 70% мужчин, переживших это заболевание и пролечившихся от него, наблюдались глубокие аффективные переживания. При этом компенсировались они за счет доверительных, добросердечных и поддерживающих отношений со своими женами. Конечно же, на передний план выступали специфические переживания, связанные с нарушением мочеполовых функций. А вот витальная угроза, она уходила на второй план. Она вытеснялась и задавала определенное напряжение. Для 47% выборки было характерное реагирование на болезнь по типам, входящим условно в дезадаптивные блоки интерпсихической и интерпсихической направленности, что свидетельствует о том, что помогать этим людям было необходимо. Они не признавали свои трудности, свои проблемы, однако находились в рамках скрытого напряжения. И вообще это люди оказались, которые имели некоторое устойчивое нарушение способности к контролю межличностной дистанции и недостаточной согласованности эмоционального опыта. И также результаты указывали на сниженную самооценку. Эти люди старались избегать каких-либо конфронтаций, демонстрировали общую подавленность и были склонны игнорировать свои переживания в пользу рационализации, то есть разумных объяснений происходящего. Но также была выявлена склонность к передаче ответственности за жизненно важные решения значимым другим врачу или жене, которой они доверяли. Еще один вывод был о том, что переживания пациентов, оказывается, не носили характер прямой зависимости от течения болезни. Можно было предположить, что на палеотивном этапе человек больше переживает, а в ремиссии меньше. Однако, обратите внимание, на этапе ремиссии снижение самооценки и переживания чувства обиды и эмоциональное напряжение носили латентный, то есть скрытый характер, однако ухудшали взаимоотношения со своими близкими. Ну вот результатами этого исследования явилось формирование программы краткосрочной помощи. Как правило, короткая помощь оказывается на этапах лечения и палеотивного лечения, и более длительная на этапе ремиссии. Ну и вот эта программа представлена на данном слайде особенностью программы онкопсихологической помощи вообще, ну и мужчинам, пережившим рак предстательной железы в частности, является то, что необходимо применять оценку эффективности воздействия каждый раз. Это вообще особенности оказания кризисной помощи психологической, в отличие от помощи в других направлениях, где это завершающим этапом является. Благодарю вас за внимание. Если возникли какие-то вопросы, я готова на них ответить. Продолжение следует...